Ведущий Асламбек Бадаев Сегодня у нас на очереди действующий чемпион Лиги М1 в среднем весе, представляющий клуб Горец из Махачкалы, Дагестан, Рамазан Эмеев Рамазан Эмеев, российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб Горец из Дагестана. Он является действующим чемпионом Лиги М1 в среднем весе. Этот титул Рамазан завоевал в 2012 году в поединке против бразильца Марио Миранды. Против него же Эмеев провел и первую защиту титула. После этого звание чемпиона было потеряно в противостоянии с Вячеславом Василевским. Но уже в следующем бою Рамазан вернул свой пояс, победив Василевского в реванше удушающим приемом. Эмеев является одним из самых перспективных средневесов Европы. Его статистика в ММА – 15 побед и 3 поражения. В мае у дагестанского бойца заканчивается контракт с организацией М1. И есть два пути развития его карьеры – поединок со Шлеменко или подписание контракта с UFC. Ассалам алейкум Рамазан. Приветствую тебя в нашей программе «Экстра Раунд». Рамазан, ты находишься на сборах в Гудермесе. Здесь очень рады тебя видеть. Ну и какие впечатления у тебя от нахождения здесь? Расскажи, поделись впечатлением. Ну и как сам себя чувствуешь здесь? Во-первых, в Аликсалам. Чувствую себя очень хорошо. Как сюда первый день даже зашел, я уже почувствовал атмосферу, что здесь очень хорошо относятся к профессионалам, уважают. Очень хорошо заботятся. Условия очень шикарные. Патриот сам даже каждый день приезжает сюда. Значит, человек болеет всей душой, переживает за ребят. И я рад, что сюда пришел. Я давно хотел сюда приехать, потренироваться, никак возможности не было. Но сейчас, альхамдуля, выпала такая возможность, я ее не упустил. Как ты сам себя чувствуешь и вообще на каком этапе ты сейчас находишься? Мы знаем, что у тебя были какие-то проблемы со здоровьем. Да, у меня боюсь хранить бой с Токовым. У меня был ноготь срослась, вот большого пальца. И пришел удалить его, сделал операцию, но, альхамдуля, сейчас уже все выздорово. Чувствую себя очень хорошо, уже начинает. Хорошая технология. Поединок с Анатолием Токовым – это один из самых ожидаемых боев был вообще в вашем дивизионе в России. Как ты сам оценишь свое выступление? Доволен ли ты собой остался? На самом деле, брат, сказать честно, я доволен, что, альхамдуля, главное, я выиграл. Ну, были моменты, которые можно было улучшить себя, проверить. Ну, только очень серьезный боец, очень сильный боец. Главное – победа, я считаю, в этом бою главная для меня, альхамдуля, победа. В первом раунде он провел тебе тейкдаун и один раз вот справа попал. Показало, что где-то немного пошатнуло даже тебя. Как ты чувствовал себя в тот момент? Вот вы знаете, я даже не ожидал, что он будет бороться со мной. И для меня чуть-чуть это неожиданно, когда он бороться начал. Ну, вот этот тейкдаун, то есть удар, который он попал мне. В принципе, в бою тоже видел, я, может, я чуть-чуть подскользнулся, но на самом деле я этого удара не почувствовал. Может быть, я не знаю, хороший был удар, но в этом, как бы, когда дерешься, у тебя столько ты о другом думаешь, о бои. Может, из-за этого я даже не успел ее, потому что, может, а так, наверное, хороший удар был. А так был нацелен на победу, и мне по альбомам эта победа очень важна была. В Лиге М1, вот если так логически судить, для тебя остался только один поединок, который где-то дает тебе развиваться, это бой с Александром Шлеменко. Но в то же время мы знаем, что твой контракт с М1 уже завершается совсем скоро. Как ты поступишь? Будешь ждать завершения контракта и уедешь за океан, или все-таки подерешься с Александром? Вот вы знаете, бой с Александром Шлеменко они уже давно предлагают, вот это с прошлого года. В принципе, я сам хочу этого боя, мне самому интересен этот бой, потому что Александр, он очень сильный боец, его во всем мире очень хорошо знают. Для любого бойца, я думаю, это хорошая возможность проверить себя. И вот этот бой, у меня, в принципе, сейчас контракт заканчивается, вот в мае. Но если М1 даст мне бой в мае месяце, я надеюсь, и все мы обговорим очень хорошо. Если все будет как бы, если все нормально будет, я думаю, этот бой будет. Ну, посмотрим. А на самом деле М1 хотят бой сделать в июне, но и месяце, это месяц Рамадан. Я, в принципе, любой мусульманин не захочет драться вместе с Рамаданом. Я надеюсь, они, как мы найдем обговоренность и сделаем мое. Амазан, ну давай тогда теперь перейдем к основной части нашей программы. Ажа передача называется «Экстра раунд». Здесь, конечно же, не обходится без отработки коронных приемов. Начнем именно с борьбы, несмотря на то, что у тебя очень опасная правая рука, начинал ты с вольной борьбы, мы это знаем. И вот покажи нам именно свои любимые проходы, где-то переводы. Именно в ММА, как ты сближаешься и переводишь соперника. Вот в ММА любой, в основном все бойцы стараются в основном зайти в левую, ну, переднюю ногу, получается. Потому что к ней пройти намного тебе удобнее, чем даже проходу обе ноги. Ну, в основном при проходе надо обязательно начинать с удара. Если с удара не начинать, то просто соперник может вас с коленом встретить. Я в основном вот так вот работаю, показываю просто левую, просто покажу вот. Вот это время здесь много моментов, как его переводить. Можно сразу прийти на вторую ногу, в принципе. А можно, если вы чувствуете, что вы его можете сбить, А если он, вот допустим, вот тут прошли, а если он его здесь и сажать не получается, и куда дальше не получается, можно такое-то вещь есть, можно обмануть его. Просто вот так проводишь его чуть-чуть сюда и потом доходишь. Ну, тонкостей в вольной борьбе очень много. Вольную борьбу. Тот, кто тренировался в вольную, только его поймет. Там очень много тонкостей, которые надо чувствовать. А вот после того, как ты перевел в партер, как ты любишь действовать там именно? Вот в партере... У меня вот сейчас в последнее время появился очень такой любимый прием, называется анаконда. Ага. Вот, вот допустим, вот перевел, перевел, вот, зашел. Вот здесь я люблю сбоку ее делать. Ага. Допустим, когда зашел, вот он когда встает, вот просто ловишь его. Не, не встречаешь. Правильно. Ну, я ее делал, как раз этим приемом я фолькал уже. Рамазан, у тебя есть очень интересное противостояние и в ММА, и в любительском спорте. Вы уже множество раз встречались. Насколько я знаю, у вас 2-2 общий счет с Вячеславом Василевским. Какие у вас сейчас отношения с Вячеславом? И вообще, какие воспоминания оставили ваши бои у тебя? Да, на самом деле, таких моментов у нас много было. Приходилось много драться, как получается. Да, 2-2 счет, и ни один бой до конца не прошел. Сейчас мы очень хорошо дружим, мы друзья с ними. И как бы для себя решили уже здесь, что мы больше драться не будем. А так, очень хороший парень, такой веселый, добрый парень, такой очень сильный. Ну, получается, в боях я нашел хорошего друга. Я рад. Хороший парень, честно. Вообще, вот после того, как ты ему уступил в первый раз, именно по правилам ММА, очень жесткий бой у вас был, очень зрелищный. Вот психологически трудно было драться с тем, кому ты проиграл? Ну, вот вы знаете, я на самом деле не хотел с ним сразу же реванш, чтобы они сделали. Я на самом деле хотел один бой, и потом реванш. Ну, им один сказал, если организация уже говорит, что бой надо сделать, уже, в принципе, там другого выхода нету, потому что ты боец, обычный боец, ты дерешься и зарабатываешь. И они предложили, сказали, вот бой в такое время, мы тебе даем нормальное время готовиться, все, готовься. Уже как они уже бой назначили, уже все, все личное условие, чисто начал пахать на бой. Вот сейчас есть очень интересный парень в вашем весе, его Артем Фролов его зовут. Он несколько побед одержал в дивизионе. Как ты считаешь, вот, понятно, что у тебя другие цели, как ты считаешь, способен ли этот парень стать чемпионом в этом весе? И вообще, как ты видишь этот дивизион после своего ухода из М1? Вот вы знаете, да, вот Артем Фролов, он такой перспективный хороший парень, у него, по-моему, даже 0, ну, поражения нету. Идет хорошо, такой, неплохо и со стойкой, и в борьбе. Ну, правда, чуть-чуть он медленнее, я смотрел его бои чуть-чуть медленнее. Ну, в принципе, вот его единственное, он, кого выбрал хорошего, это Аюб Генбатов. И то Аюба знает, можно сказать, в России только. Ну, в скором времени посмотрим, что М1 продолжит, какие бои продолжит. Ну, а так, очень серьезный, такой хороший бойц, он такой, и парень хороший, я его знаю давно еще. После того, если так получится, что я иду, еще я очень хотел бы выступить уже за океаном. У любого бойца есть, у любого бойца есть такое стремление выступать в UFC. Пока не могу угадать, там и Шеременко сейчас появился, сейчас, что у них, как там будет, пока не понятно. Может, какие-то другие бойцы появятся. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, вот, многие говорят, что для 84-х килограммов ты не такой крупный, допустим, за тем же океаном, в UFC, там, ребята, вот, в твоем весе, они даже на 70 гоняют некоторые. Если ты все-таки подпишешься в UFC, планируешь ли ты менять весовую категорию? Да, если, иншал, так все получится, я хочу перейти уже на 7-7 килограммов. Я уже раньше дрался с бойцами UFC, вот, в М1, ну, уже 3-4 боя даже с бойцами UFC сделал. Они реально очень большие, вот, тот же Миранда, я с ним два боя сделал, этот парень весил, там, состав почти 110 килограмм, он гоняет на 84 килограмм. Он реально, он огромный, в бою с ним очень трудно было, ну, в принципе, у меня вес свой 88-89 килограмм, я смогу сгонять вес, и хочу на 7-7 успех, иншал, надеюсь, нормально пойдет. Вообще, расскажи нам немного про ситуацию в Горце, у вас очень хороший, сильный клуб, столько чемпионов у вас, и оттуда вышло, давно зарекомендовал себя ваш клуб. Какая там сейчас ситуация, много ли там перспективных бойцов тренируется, кого бы ты мог выделить? В Горце очень много хороших ребят, и все до такой степени, каждый день приходят записываться, что мы зал сейчас не особо такой большой зал у нас, ну, она реально, она полная, там даже иголки вместо этого, молодых ребят очень много, очень, каждый день. Все ребята готовы к боям, из-за того, что даже элементарно, их настолько много, что даже каждый не успевает там выступать, но все стараются, все хотят выступать. Мусаил, он покойный Мусаил, наш тренер, ему всегда интереснее были нормальные люди, нормальные бойцы, которые не так, чтобы даже, которые они будут в ринге выступать, а чтобы они в жизни хорошие люди были. Он всегда создал семью, чтобы вот этот клуб Горец, она как семья, и друг для друга поддержка была, чтобы из этого все исходило. Были даже такие моменты, когда я предлагал Мусаилу хорошего бойца, он мне говорит, Рамазан, я понимаю, он хороший, но я же не знаю, какой он в жизни. То есть, как человек, человеческий качество, да? Да, 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 я должен его узнать, вот так, ну, он хотел создать семью, но у него это получилось, он очень хороших ребят, после того, что все так, жизнь уже хорошо проявили. После Мусаила, насколько тяжело вам пришлось? И много ли изменений было? Да, после Мусаила, конечно, очень много изменений было. У нас, как получилось, нам уже пришлось со своим родным залом попрощаться. У нас очень хороший зал был, очень большой, все условия там были. Пришлось с ним попрощаться. Где-то полгода, где-то 7-8 месяцев приходилось, там тут разных залах тренироваться. А потом, аль-хамду-лах, нам выделили зал. Ну, правда, он пока такой, ну, маленький, но, аль-хамду-лах, свой зал главное. Ну, пока вот так тренируемся. Конечно, было трудно, в плане Мусаила, он всегда был рядом, как старший брат, он помогал психологически, хорошо настаивал. Материально всегда, если что-то надо, какие-то витамины, какие-то средства на сбор, какие-то бои организовывать, он всегда с ребятами вместе был. Ну, на все улевая. Рамазан, ну и вот мы подобрались ко второй части нашей программы. Очень давно знаю твою бешеную правую руку, пушечную. И вот как раз-таки хочется ощутить этот удар. Покажи нам, как ты именно в бою пробиваешь этой правой рукой, где подводишь и так далее. В основном, я стараюсь правой рукой, когда бью, я стараюсь обычно навстречу, навстречу, как бы попасть. То есть вот так, да? Такой удар называется, он не называется прямой удар, он не боковой такой, а такой кросс есть, такой полубоковой, полупрямой такой. Когда бьете, вот обязательно, чтобы удар сильный получился, надо вот левая нога должна зайти вот вперед, да? Да, чуть-чуть бок, как бы, ну, это по диагонали. Да, да, по 40 град град сюда. И вот это, и удар сильный получается. Вот, и необязательно удар кулак вот так ворочет. Наш покойник тренер-мусей, он вот так говорил, дождь бейте, если так получится, если хоть так бейте. Ну, когда вот так дождь бьет, удар даже сильнее получается. Ну, у меня вот так получается, люди разные, в принципе, бывают. Вот я сейчас покажу, вот за счет, и удар бьет. А ты прям одиночный бьешь удар, или как-то где-то джебом прощупываешь? Вот, вы знаете, это просто сейчас боковой показываю, ну, как бы это... А как в бою именно? Бою, я вот стараюсь в бою вот так делать. Если работаю, вот корпус, это получается, ты обманываешь своим корпус, корпус, когда левый бьешь, он чуть нагинается, а это ему он откроется и бьет его. Ну, давай тогда попробуем именно корпус. Вот так дергает и дергает, и ждет, пока он чуть-чуть на вас пойдет. В это время просто на него идет и встречает. Я вот так же вторым бою с Мирандой, я вот так его ушатал и потом добил его. Вот так и все получилось. То есть вот на тебя идет он где-то? Вот идет и встречает, да. Ну, корпус тоже объятный, попасть надо. Рамазан, вот если смотреть на средний дивизион российский, как ты его оценишь вообще? Кого бы ты мог выделить, помимо себя и Шлемянка, соответственно, кого бы еще мог выделить России из бойцов? Да, да, вот на ваш вес. Есть тот же Мясников, есть наш, с нашего клуба Магомед Мутайев, очень хороший перспективный парень. У него 3-0 в М1, просто у него последний год какой-то застой, у него большой. Бойцов очень много, они каждый день появляются, какие-то бойцы, думаешь даже. Вот я элементарно даже вот Ефремова, я его, я в принципе особо не знаю даже, ну имеется в виду за бойцами, особо не слежу. Я его не знал в принципе, и бах такой, он появился такой. Они вот такие же, какие-то новые бойцы появляются, и думаешь, откуда они появились. Очень много бойцов. Да, вот вообще на твой взгляд, важно то, чтобы боец по любителям выступал, чтобы у него была любительская база, или можно без нее также построить себе карьеру ММА? Вот вы знаете, вот если, конечно, в ММА есть, у тебя стабильные какие-то бои есть, стабильно, в году три боя, то я считаю, конечно, любительские бои, они уже не нужны. Просто мне так сложилось, что я выступаю и по любителям, мне просто там заработная плата приходится, какие-то премии, что-то получаю, из-за этого я там выступаю. А так, можно сказать, она любительский уровень, она и помогает, где-то она помогает, потому что там тоже очень хорошие бойцы. Ну, а так, если я говорю, если три боя в году у вас есть, то это уже вообще не нужно еще. А нет у тебя мысли поехать, хотя бы для начала потренироваться за океаном где-нибудь, в каком-нибудь кемпе? Если да, то в каком зале ты хотел бы потренироваться? Я хотел бы в Американ Ток Тим, потому что там на 7-7, вот это весь, там очень много ребят. И зал такой очень хороший зал, там, тем более наш, с моего куба Рашид Магомедов, он выступает за этот куб и тренируется там. Хотелось бы туда, но посмотрим. В скором времени очень хочу открыть визу, поехать, посмотреть, что это такое там. А вообще, что Рашид тебе рассказывает, как там вообще в Америке живется, какие эмоции там у него? Ну, Рашид очень доволен, он говорит, там, насчет тренировок, очень высокий уровень тренеров, все как бы подбирает по тебе, тренировок, когда ты готовишь, два-три тренера смотрят на тобой, подгоняют хороших спарринг-партнеров, диетолог, диетолог очень хороший, все, чтобы ты спокойно весь гонял, чтобы не мучился. В этом плане, там, там, очень все шикарно, люди говорят, простые, очень простые люди. Очень довольны. Ну, и вот, хотелось бы узнать, вот, отношения твоих родных, вот, что тебе говорят они именно о выступлениях в ММА, насколько мы знаем, это очень жесткий вид спорта, что тебе дома говорят. На самом деле, конечно, любые там, мамы, они все переживают, но, ну, так получилось, да, я этот путь выбрал. Мама, ну, она и против, и в то же время, я говорю, береги себя, береги себя. Ну, это мой путь, получается, это мой путь, моя работа, как бы я на этом зарабатываю и живу. Ну, конечно, не все, как бы, и не так уж против, но и не рады, короче. Ну, что-то сытно. Ну, я думаю, за тебя легко болеть, потому что ты успешен, поэтому, да. Желаем тебе удачи, Рамазан, в дальнейшем. Желаем тебе именно достиг тех целей, на которые ты настроился. Если это попадание в UFC, то попасть туда. И, конечно же, привести пояс чемпиона сюда домой. Мы считаем, что ты способен на это. Вам тоже всех бог. Все, спасибо. Ну, что ж, уважаемые друзья, на этом программа Экстра Раунд завершается. Надеюсь, то, что Рамазан Эмеев показал нам сегодня вам понравилось. Не пропускайте наши следующие эфиры, ну и, конечно же, ведите здоровый образ жизни. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин